В продаже в наличии в Москве абсолютно новый рестайлинговый X5M Competition, европейская спецификация, он привезен из Венгрии. Я на это обращаю внимание, потому что европейская спецификация означает, что ничего здесь кодировать не нужно, русский язык есть по умолчанию, карта уже есть, все вот максимально удобно с этой точки зрения. Автомобиль, еще раз повторюсь, с 2024 года, прям свежак-свежак, в цвете зеленый остров Мэн с полной отделкой кожи и мерины черного цвета, в топовой комплектации. Вот лучше, мне кажется, просто варианта не придумать, и красивый цвет, и практичный салон, и богатое оснащение, европеец, все как надо. В скором времени ПТС будет действующий, кого заинтересует, обращайтесь в контакт в указанном описании к этому видео, и сама машина будет размещена в телеграм-аккаунте asator.price. Ну и напоминаю про возможность привоза под заказ автомобилей, как с подбором из наличия в Европе, так и полного конфигурирования на сайте либо BMW, либо других производителей, смотри, что вы будете заказывать. Под вас можно собрать в нужном вам цвете, в нужном оснащении, собственно, получить к дилеру в Германии и затем привезти уже сюда, к нам. Поэтому, кого заинтересовало, контакты еще раз напомню в описании. Теперь автомобиль. Цвет зеленого остров Мэн, насыщенный, очень красивый, знакомый нам по моделям М3 и М4, там он, если не ошибаюсь, впервые появился. И отменно смотрится на X5M. Обилие внешнего черного глянца – это специфика компетичных, они всегда с полным черным глянцем. Решетка матовая, ламели горизонтальные глянцевые, здесь темный черный шильдик X5M. Центральная вставка бампера черные боковые элементы, черные корпусы зеркал, черные рейлинги, окантовка окон, жабры на крыльях. Ну и, конечно, патрубки выхлопной системы, все в черном глянце и шильдики X5M Competition. Фаркоп, заодно можно увидеть, электроприводом убирается. Вполне нужная и полезная вещь для владельцев X5M Competition, насколько я, по крайней мере, понял по своим клиентам, потому что многие из них любят активные виды отдыха, и прицеп здесь, естественно, в помощь, чтобы таскать ту технику, на которой владельцы этих автомобилей предпочитают разъезжать. Колеса. Сзади 22 дюйма, спереди 21 дюйм, разноширокие, разноразмерные, B-color двухцветное исполнение с таким очень аккуратным, красивым, по-моему, 10-спицевым рисунком. Да, вроде 10 спиц. Тормозные механизмы перфорированные, М-тормоза с черными суппортами, сзади плавающая скоба, спереди 6-поршневой механизм. Для сравнения любые X5 с М-тормозами там будут 4-поршневые механизмы, у MX, соответственно, 6-поршней, перфорация для лучшей вентиляции, отвода пыли, грязи, температуры. Ну, то есть это все рассчитано действительно под активную эксплуатацию, в том числе и трековую. Я проверял не раз X5M, X6M на треке, и едет машина нормально. Правда, на треке уже кажется излишне комфортной на фоне легковых моделей, но вот тем не менее, вряд ли кто-то будет серьезно выезжать на них на трек, но тем самым это доказывает их приспособленность именно к активной езде. Хотя в повседнев, конечно, подвеска достаточно плотная, и если вы не готовы мириться, вот не то чтобы с жесткостью, а скорее с излишней упругостью, смотрите в сторону моделей M60i. Много раз об этом говорил, X5, X6, они вам подойдут лучше. Если готовы на некие компромиссы, то, конечно, альтернатив не так уж и много, X5M и X6M шикарные автомобили. По салону. Полная отделка кожи Мерина, как уже сказал, черного цвета. Это означает, что у нас в коже верх дверей, центральные вставки, подлокотники, низ дверей, верх торпеды, низ торпеды, весь центральный тоннель, его верхняя и нижняя часть, кресло, включая спинки, вот эти все задники, тоже натуральная кожа. Единственное, чего здесь нет, это кожаные окантовки ковров. То есть у обычных X-ов при полной коже коврики с кожаными кантами, у M60i почему-то вот нет. Не знаю, с чем это связано, но такой прикол. Мне нравятся центральные элементы с вот этим многогранным рисунком. Такой же рисунок повторяется и по центру кресел, по центру спинки и подушки. Сами кресла M-очные. Опционально такие же кресла могут устанавливаться и в обычные X5, X6. Так и называются. M-сидения, M-кресла. Ну вот здесь это просто стандартное оснащение и безальтернативные. В X5M, X6M, ну как сказать безальтернативные, если мне память не изменяет, по-моему могут быть базовые спортивные сидения, по крайней мере раньше такое было. На этих кузовах, если честно, даже не проверял. Но вот факт заключается в том, что в этом и нет необходимости, потому что они классные. Они удовлетворяют все ключевые задачи. И мощный спортивный держак за счет высокой поддержки зоны бедер, боковой поддержки, массивные валики, поддержки зоны плеч. И при этом они обеспечивают очень приличный уровень комфорта, потому что набивка все равно довольно мягкая. Валики относительно податливы. Они регулируются по плотности, поясница регулируется. Верхняя часть спины. Давайте сейчас все продемонстрирую. Выбираем пассажирское кресло. И этими рычажками буду показывать, как это все настраивается. Наклон спинки. Это понятно. Наклон верхней части спины. Ключевая фишка комфортных кресел. Подголовники по высоте. Боковая поддержка. Вот эти валики. Сейчас они будут сдавливаться боковые. Не так, наверное, это заметно по видео, но вот так, если сопоставить, вот раз и два, да, видна разница, насколько они там сжались плотно. Поясничная поддержка сейчас будет надуваться по центру. Тоже не сильно заметно. Коленная опора выдвигается, задвигается. По высоте кресло регулируется. По наклону подушки. И, конечно же, продольный вперед-назад. То есть, максимум регулировок. И в этом плане отменнейшие кресла. Потому что позволяют и комфортно устроиться, и при этом держать вас в самых лютых поворотах, практически как спортивные ковши. Еще имеют массажную функцию. Вот она, клавиша. Надо, видимо, включить зажигание. Вентиляцию. То есть, полный спектр комфортных удобств здесь вам предлагается. Отделка интерьера карбоном, можно сказать, безальтернативным. Аудиосистема Bowers & Wilkins. Альтернативно бывает Harman. Bowers, конечно, лучше и симпатичнее. Звучит не настолько хорошо, насколько дороже стоит. Но, тем не менее, есть возможность брать с Bowers. Лучше взять с Bowers. Не будет Bowers, а будет Harman. Ну, значит, можно озаботиться вопросом либо дооснащения тем же Bowers, либо какой-нибудь кастомной аудиосистемой. Пленочки еще до сих пор на всех экранах. Руль, обращая внимание, со светодиодами. Ассистент вождения Professional имеется. Подрулевые лепестки выполнены в карбоне. То же самое, как и основные планки отделки интерьера. Здесь привычный нам селектор. То есть не этот какой, не стик, да, маленький, какой М5 новый. А пока еще вот нормальный такой вот практически механический рычаг. Судя по М5, можно сделать выводы, что все следующие поколения автомобилей лишаются этого рычага. И будет вот тут маленькая пимпочка, которая не всем нравится. Но вот что есть, то есть. Увы. Подогрев, охлаждение подстаканников. Площадка беспроводной зарядки. Ключ-карта. Камеры круговые на месте. Вот они с различными ракурсами. Настройки. Моут, сетап, выхлоп. Все понятно. Потолок отделан черной алькантарой. И панорамная крыша. Также максималка Skylaunch. Управление жестами есть. Ну, то есть, повторюсь, максимальная комплектация. И, по крайней мере, мне здесь на ум, ну, вот разве что нет управления гаражными воротами. Да, вот здесь кнопочки обычно расположены. Но это настолько ерундовая опция, что ее отсутствие абсолютно не критично. И толком никто и не пользуется. Шторки на задних окнах. Отделка кожи-кожи-кожи. Спинки, как уже сказал, в коже. Дефлекторы четырехзонного климата. Сам четырехзонный климат с подогревом заднего дивана. Два Type-C разъема внизу. И по одному Type-C с одной и с другой стороны. Плюс универсальные разъемы для каких-либо держателей. Задний диван с перфорацией. Вентиляции не бывает. Ремни с прострочкой Motorsport. Центральный подлокотник. Спинки складываются в пропорции 40-20-40. Подголовники боковые точно так же складываются, чтобы вам не мешались. Вот спинка, если что, так ложится. Либо поднимаем и вот здесь рычажок такой складываем только центральную секцию. Пожалуйста. Панорама, доходящая до головы задних пассажиров. Огромная секция вот именно сзади, чтобы было реально комфортно и полезно смотреть туда, в небо. При отпирании багажника сразу можно увидеть, как отодвигается шторка, прикрывающая багажный отсек. Она электрифицирована и нажатием кнопки может быть полностью убрана в подполье. Здесь же сеточка кармашек с одной и с другой стороны. Поднимающиеся направляющие для того, чтобы багаж не болтался по салону. В подполье ниша для вашей мелочевки. И сетка, которую можно установить от пола до потолка. Вот здесь крепежи. Либо там, вплоть до спинных передних кресел. Можно все разграничить. 12-ти вольтовая розетка. Управление фаркопом. Нажимаем на эту кнопку. Ждем несколько секунд. И все, пропал с глаз долой. Ну то есть в этом плане грузовые возможности этого автомобиля. Хотя казалось, какие грузовые, но тем не менее на высоте и на уровне стандартного X5. Под капотом V8 4,4 литра. 625 лошадиных сил. Мягкий гибрид. Фиолетовые жгуты прекрасно видны. 3,8 секунды до сотницы. Не поймите, не изменяет. Ну, как и всегда, надо замерять на деле. По факту машина едет быстрее. У меня компетит... Нет, не компетитшн, даже SE 600 сильный. На замерах поехал 3,5 секунды. Очень и очень достойно. Для огромного кроссовера весом где-то 2,2 тонны. Плюс-минус. Мощный усилитель подкапотного пространства. Шумоизоляция. Трехточечные форсунки. И комфортный, вполне себе комфортный по своему устройству повседневный автомобиль. Но, конечно, требующий некоторого пиетета по отношению к его упругости. Не буду говорить жесткости. Кто-то, конечно, зовет жесткостью, наверное, владельцы крузаков. Но, в моем понимании, это все-таки упругая подвеска. Вы просто еще не ездили на реально жестких автомобилях, чтобы сказать, что такое действительная жесткость. Или попробуйте на том же экспертене выходить на трек. Вы сами потом скажете, надо бы пожестче сделать подвеску, чтобы он еще лучше рулился. Потому что потенциал есть, несмотря на вес. Потенциал реально есть. Но в этом просто нет необходимости, потому что на треке ему не место. Есть для этого модельки поменьше, даже подешевле, поинтереснее, повеселее. М2, М3, М4, М5, М8. Вот их покупайте и гоняйте на трек, и там реально будете наслаждаться. А этот автомобиль, пусть классно себя чувствует в городе, за городом, в трассовых режимах. В общем, везде, в остальных местах, да даже чуть-чуть и на бездорожье, на относительном бездорожье, где резина Michelin Pilot Sport 4S позволит вам с этим бездорожьем справиться. Автомобиль в продаже, в наличии в Москве. Если не подходит этот вариант, можем привезти любой другой. Кого заинтересовал, обращайтесь. Все контакты в описании к этому видео указаны. Продолжение следует...